Время новостей на телеканале Северстудии. Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Жители Телевски озвучили наболевшие вопросы прокурору. Первой столицей Ненецкого округа сегодня работала мобильная выездная приемная региональной прокуратуры. Экоактивисты взволнованы поправками законодательства об обороте объектов животного мира. Есть ли угроза краснокнижным животным Ненецкого округа? Возгорание леса на территории Ненецкого округа не зафиксировано. Авиалесоохрана провели очередной вылет по патрулированию лесного фонда. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с информации об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу и Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1706 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровел с начала пандемии 1641 человек. В регионе зарегистрировано 23 летальных исхода от коронавируса. На лечении с диагнозом COVID-19 находится 259 человек. Из них стационарное лечение получают 62 человека, а амбулаторное – 197. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 897 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Эпид-обстановка в регионе ухудшается. Количество заболевших коронавирусом и контактировавших с ними растет с каждым днем. В связи с достаточно большим количеством изолированных жителей Ненецкого автономного округа, отправленных Роспотребнадзором на карантин, волонтеры активизировали работу по доставке продуктов и медикаментов тем, кто сегодня нуждается в этом. Антонина Веснина уже более года занимается волонтерской деятельностью. Пандемия коронавируса сподвигла девушку уделять хорошему делу больше времени. Делая мир добрее и помогая всем тем, кто в этом нуждается, Антонина делает счастливее саму себя. Участие в волонтерской деятельности мне дает определенное душевное удовлетворение, что я помогаю, что я делаю что-то полезное в этом мире, что я живу не зря. Вот так с улыбкой почти каждый день волонтер помогает нашим землякам. Добрые дела должны идти от сердца. Таков жизненный девиз Антонины. Это должно быть определенной потребностью человека. Если он хочет помогать людям, он должен это делать. То есть нельзя себя заставить. Если ты будешь делать это через силу, это не будет тебе в удовольствие. Это нужно делать, если ты захотел, ты должен это делать. Сегодня достаточно большое количество человек находится на учете в региональном управлении Роспотребнадзора, как близко контактировавшая с заболевшими. Среди них и одинокие лица старшего возраста, которым нужна помощь в обыденных делах. Антонина в свободное время почти ежедневно принимает заявки по доставке лекарств. Перед каждым выездом на дом волонтер проходит инструктаж, получает средства индивидуальной защиты и получает список заявок. Сейчас приходишь в аптеку, говоришь, что ты волонтер, который едет развозить лекарства. Имя, фамилию, там записывают твое имя, фамилию. Ты берешь пакетики, обязательно масочки надеваешь, перчаточки надеваешь. Получив задание и прослушав инструктаж, волонтер идет в аптеку. Получает лекарственные препараты, подписав все документы. Выезжает на адреса для доставки. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста, лекарства. С соблюдением социальной дистанции Антонина выполняет свою задачу и выезжает на следующий адрес. На сегодняшний день более 20 волонтеров помогают самоизолированным гражданам. Добровольцев совсем не хватает, ведь на карантине дома находится уже более 780 человек. Было бы здорово, если бы неравнодушные граждане, а еще и если они на своем автомобиле присоединились к нам, помогли нам в этом нелегком, но благородном деле. Если у вас есть желание помочь всем нуждающимся, вы можете вступить в ряды волонтеров. Для этого вам нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте добро.ру и пройти обучение. Более подробную информацию о наборе добровольцев вы можете узнать, обратившись в ресурсный центр добровольчества по короткому номеру 60188. И теперь к другим темам. За короткое северное лето многим службам необходимо подготовиться к продолжительному осенне-зимнему периоду. Объем работ действительно колоссальный. На данный момент в отдаленные населенные пункты региона доставляют последнюю часть необходимых энергоресурсов. Северный завоз уже выполнен на 84,5%. Как сообщает департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, в отдаленные села полностью завершены поставки дизельного топлива. Завоз угля выполнен на 81%, завоз дров на 91%. Эти виды топлива осталось доставить в Каратайку, Варнак, Уськару, Нижнюю Пешу и Волангу. Масла, смазки и бензин также завезены во все населенные пункты, кроме Варнака, Уськары и Каратайки. Последний населенный пункт из порта Архангельска уже вышло судно со всеми необходимыми энергоресурсами. Напомним, за период летней навигации обществу вертикально необходимо поставить в отдаленное села Нау 11,5 тысяч тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн каменного угля, 8 тысяч кубометров дров и почти 313 тонн топливных брикетов. При этом уголь должен быть марки «Д» выработки 2021 года, обогащенный. Топливные брикеты должны быть изготовлены из химически необработанной древесины твердых и мягких пород деревьев. Жители Теревьевски озвучили наболевшие вопросы прокуроров. Первой столице Неницкого округа сегодня работала мобильная выездная приемная региональной прокуратуры. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Прием граждан – основное направление деятельности прокуратуры, которое осуществляется ежедневно. Помимо постоянной приемной в столице региона, также работает и мобильная группа, которая ежемесячно отправляется в отдаленные населенные пункты региона. Сегодня с волнующими вопросами к представителям ведомства обратились жители села Теревьевска. Это и вопросы жилищные, это вопросы сбора, накопления и размещения твердобудовых отходов и мусора, это вопросы деятельности дошкольных и общеобразовательных учреждений. То есть буквально все, что интересует жителей в каждом конкретном населенном пункте. Как отмечает глава сельского поселения, телевисочный сельсовет Заполярного района Неницкого автономного округа Дмитрию Якубович, такие мероприятия помогают муниципалитетам. Прокуратура принимает меры реагирования в соответствии с полномочиями. Тем не менее, работы еще много. Самый актуальный вопрос для жителей села Теревьевска, это непосредственно продолжение строительства автомобильной дороги на Ренуар Теревьевска. В социальных сетях идет бурное обсуждение понтонов, которые уже с 2014 года, брошенные на Бергу, ждут своего часа. По данному вопросу было собрано рабочее совещание. В августе дано поручение централизованному строительному заказчику, чтобы они рассчитали необходимые потребности в денежных средствах, для того, чтобы установить непосредственно понтон, сделать две береговые конструкции, куда этот понтон будет, так сказать, опираться. Форма взаимодействия с населением в виде мобильных приемных в селах хорошо зарекомендовала себя в связи с транспортными трудностями в регионе. Ведь не у всех есть возможность выехать в город. Мы какие-то вопросы можем разрешить на месте, допустим, если они касаются деятельности того или иного учреждения, либо органы местного управления отреагировать на месте, может быть, даже без каких-то заявлений и обращений разрешаются проблемы. Посетить мобильную приемную прокуратуры можно без предварительной записи. Профильные ведомства заранее предупреждают население о визите, определяют даты и время мероприятия. В порядке живой очереди происходит прием селян. После разговора с представителем прокуратуры гражданин пишет заявление с подробным описанием проблемы. При себе необходимо иметь паспорт. Добавлю, за время визита мобильной приемной прокурора в Тельвиску со своими вопросами обратились шесть жителей. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В региональном избиркоме обсудили предвыборную агитацию кандидатов и партии, а также особенности проведения жеребёвки по распределению эфирного времени и печатной площади. Агитационный период для политической партии, зарегистрировавшей списки кандидатов и зарегистрированных кандидатов по Ненецкому одномандатному избирательному округу номер 221, заканчивается в 0 часов 17 сентября 2021 года. До этой даты кандидаты и партии имеют право выпускать и распространять агитационные материалы, а также пользоваться правом бесплатной и платной агитации в СМИ. При проведении агитационной кампании всем кандидатам необходимо помнить, что изготовление печатной видео и аудиопродукции осуществляется строго у индивидуальных предпринимателей или предприятий, которые подали заявки на предоставление таких услуг. Список опубликован на сайте окружной избирательной комиссии. Напомню, избиратели Ненецкого автономного округа будут выбирать депутаты Государственной думы Федерального собрания 8-го созыва. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. В Ненецкой окружной больнице начали проводить диагностику на новом маммографе. Аппарат российского производства приобретен за счет средств региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Какие преимущества нового оборудования узнала наша съемочная группа? Примерное время отставания пассеты было в районе 4 минут. Рентген-лаборант Марина вспоминает, как раньше проходило обследование на маммографе. Неудобств хватало. На устаревшем аппарате приходилось проводить исследование в несколько этапов. Изображения формировались на специальные кассеты цифровые. Ну вот, на аппарат укладывалось, здесь укладывалось грудь, ну то есть орган. Изображение снималось на кассету, а потом вот эта кассета загружалась в цифровщик. Вот в эту систему, в которой она сейчас отключена, потому что и за ненадобностью. Чтобы получить изображение в цифровом формате, необходимо было оцифровать кассеты на другом оборудовании. А это потеря качества и времени. Сейчас в медучреждение поступило новое оборудование, которое более практично, точно и быстро в исследовании. Изменилось время исследования, то есть занимает достаточно меньше времени, чем при исследовании именно на кассетном. Для пациента вообще практически это ничем не заменяется, кроме как время провождения именно у нас здесь в кабинете. Напомню, оборудование закуплено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день уже используются приборы для кардиологического и рентгенологического кабинетов. В рамках этой программы в этом году у нас закупается медицинское оборудование. Оборудование идет экспертного класса для замены имеющегося, которое уже морально и материально устарело, поэтому заменяем имеющиеся оборудование. Оборудование поступает в Ненинскую окружную больницу, в астральную районную поликлинику. Добавлю, заменить устаревший аналогичный маммограф на новый современный аппарат поручил глава региона Юрий Бездудный и запрос поступивших от жительниц Ненинского округа. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. Оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях. Так звучит часть одной из поправок, внесенных в 455-й федеральный закон страны. Она вызвала много споров в сети и переполох среди активистов. Есть ли угроза краснокнижным животным Ненинского округа, разбиралась Елизавета Габанова. Поправки были внесены 22 декабря 2020 года и вступили в силу с 1 августа 2021. Они коснулись не только охраны, учёта и кадастра краснокнижных, но и ограничений добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Охота на них всё ещё запрещена, но есть подпись, что в исключительных случаях она всё-таки разрешается. Этот вопрос взволновал многих экоактивистов. А мы решили связаться с представителями российского филиала Всемирного фонда дикой природы, чтобы уточнить, есть ли угроза для животного мира. Ничего фатального, негативного эти поправки на самом деле не вносят, кроме того, что создают на них большие путаницы в вопросах мониторинга редкого вида, ведения кадастра, редких видов и так далее. В процессах и процедурах добывания видов, занесённых в красную книгу, ничего не меняется по сравнению с тем, что было и раньше. Если численность видов в течение трёх лет сократится более чем на 50%, то будут введены ограничения на охоту для этих представителей животного мира. Данные учёта охотничьих ресурсов и объёмов их изъятия будут поступать в органы исполнительной власти от охоты пользователя, что также насторожило многих россиян, ведь охотники могут и приукрасить числа в свою пользу. Ну, тут на самом деле может быть, конечно, некая теоретическая опасность там под досовки данных, но в силу того, что потом эти заявки всё равно будут рассматривать эксперты, которые уже ориентируются на другие источники данных. Я, честно говоря, не вижу никакой особой угрозы, что у нас какой-то красняк-нижник попадёт под хозяйственную эксплуатацию. Пока же таких кредитентов не было и, по-моему, и быть не можно. Получить разрешение на добычу красно-нижных всё ещё достаточно трудно. По словам Владимира Кревера, для получения подобного допуска нужно пройти сложную бюрократическую процедуру, обосновать, зачем и почему это вообще понадобилось. К тому же его будут оценивать ряд профессионалов, которые помогут не допустить простой охоты на редкие виды. На вопрос, что же подразумевается под исключительными случаями, нам ответил руководитель регионального департамента природных ресурсов экологии и АПК Альберт Чебдаров. Это мониторинг популяции регулирования численности, то есть Росприроднадзор, например, выдаёт разрешение в случае, если надо временно усыпить белого медведя и нацепить на него ошейник специальными геодатчиками, геолокационными. Это предохранение от массовых заболеваний, если какие-то эпидемии распространяются. Это регулирование численности. Если, например, столкнулся с медведем-людоедом, то без этого никак. Росприроднадзор, это федеральное ведомство, выдаёт это разрешение. Ну, это такая вот уже необходимость. На территории Ненинского округа проживает 229 видов редких краснокнижных животных. По словам Альберта Чебдарова, допускать охоту на эти виды, а тем более на белого медведя, никто не будет. Сохранение животного мира – одна из главных задач, которые стоят перед людьми. Чтобы будущее поколение видело редких представителей не только на картинке и с надписью «вымершие», но и своими глазами. Строители привели в порядок дорогу на Васькино озеро. Такой подарок жителям округа сделали дорожники ко Дню строителя. Работы были организованы непосредственно в профессиональный праздник в минувшее воскресенье. Проблема в том, что на пути к озеру через дорогу протекал ручей. Он-то и был непреодолимой преградой для легковых автомобилей. Компании «Техносфера» и «СМК «Строй» выполнили работы своими силами. Они проложили вдоль озера трубы, чтобы сохранить естественный путь течения воды. Отсыпали песком и укрепили плитами, чтобы дорога не уплыла. Дорога пользуется большой популярностью среди населения. Ежегодно в районе озера Васькино проходит традиционный турслет дорогами отцов-героев. Также эта территория является излюбленным местом для сбора грибов и ягод. Уже второй месяц внимание жителей планеты приковано к лесным пожарам. Горит Якутия, Карелия, Турция. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на тушение пожаров в регионах. В том числе и на авиапатрулирование. В Ненецком округе авиалесоохрана вылетает в зону своей ответственности до четырёх раз за пожароопасный период. В один из рейдов отправилась моя коллега Алина Ваучейская. Инженер по охране леса Илья Пронин свой рабочий день сегодня проведёт в небе. Вместе с пилотами Наринмарского авиаотряда он отправляется на авиапатрулирование. Наринмар, вышка. Добрый день. 33.31. На стоянке информация. Кринпик. Запуск. Район Кеша. Район Умы. Трудяга полярной авиации Аннушка берёт курс на юго-запад Ненецкого округа, к границе с Архангельской областью. Там начинаются кварталы, за которые ответственно Ненецкое лесничество. Общая площадь лесного фонда порядка 446 тысяч гектаров. Из них 190 тысяч покрыто лесом. По погодным условиям сейчас была высокая степень пожарной опасности в лесу. Мы летали в Ненецкое лесничество, в 12 порталов пролетели, посмотрели. Нигде нет никакого задымления, нет ли движения может кого-то, или люди, кто-то может пытаться, так сказать, незаконную выруху делать. И, ну, по результатам проверки всё нормально. Задымление не замечено, людей не замечено. Во время авиапатрулирования инспектор осмотрел участки в районе Пёшского куста. Граница лесного фонда оканчивается в 60 километрах от деревни Волоковой. Всего за период пожароопасного сезона авиалесоохрана совершает не менее 4 таких вылетов. Кроме того, Ненецкое лесничество ведёт и круглосуточный мониторинг. Лесничеством ведётся круглосуточное наблюдение в плане пожарной безопасности посредством системы космомониторинга, а также круглосуточный приём, обработка и учёт информации от жителей. Также в лесных массивах мы устанавливаем информационные аншлаги и стенды. Также проводим беседы, исходы на тему противопожарной безопасности в лесах среди жителей деревень и сёл. Кстати, зачастую именно человеческий фактор приводит к лесным пожарам. Возгорание может начаться из-за оставленного без присмотра костра, незатушенной спички, тлеющего окурка. Поэтому не стоит забывать об элементарных правилах противопожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Ненецкому округу напоминает, находясь в тундре или в лесу, не разводите костры, не поджигайте сухую траву, не бросайте тлеющие окурки и горящие спички, а оставленный вами мусор забирайте с собой. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.